Как уважаемые студенты, тема нашей лекции звучит как Заболевание, сопровождающее синдромом сыпи Цель нашей лекции На примере истории болезни ребенка с предварительным диагнозом экзантема неясной теологии Мы должны изучить ряд предполагаемых инфекционных заболеваний Сопровождающих синдромом сыпи Таких как краснуха, скарлатина, псевдотуберкулез и кофе И провести дифференциальный диагноз в данной назагруппе С выходом на искомый диагноз Представляю план лекции Первое. Мы представим вам современную классификацию с характеристикой основных экзантем Второе. Проведем демонстрацию истории болезни ребенка больного корью И в заключении определимся в клинической характеристике и дифференциальной диагнозике основных заболеваний Прежде всего я хотел бы представить вам современную классификацию экзантем Предложенную в свое время еще в 70-х годах член кором СССР Иванов Согласно его версии все сыпи или скажем так практически все Можно условно разделить на 4 группы Первая группа. Сыпь сосудистая Она образуется в результате, вернее они образуются в результате расширения поверхностно лежащих сосудов дерма В результате различных причин Эти элементы, как правило, розового или красного цвета Они не выступают над уровнем кожи при пальпации болезненной Такие элементы встречаются при многих заболеваниях Таких как, скажем, корь, скарлатина, краснуха и так далее И в зависимости от размеров все эти элементы можно разделить на 4 группы Первая. Розеола Розеола в переводе с латыни это пятнышко Размеры ее варьируют от 1 до 5 мм в диаметре Такие элементы встречаются при брюшном тифе На передней грудной стенке, на животе Если элементы превышают 5 мм барьер И барьеры от 5 до 20 Этот элемент называется как макуля в пятно И, наконец, если элементы более 20 мм в диаметре И, кроме того, имеют тенденцию к слиянию Они называются как эй-ритема Например, при коре эй-ритематозно-макулезный сыпь Являются основными представителями экзантемы И, наконец, мелкоточечный сыпь в пределах 1 мм в диаметре При сезотуберкулезе, при скарлатине Отличительной особенностью этой группы Является тот факт, что если на элемент этот надавить Или кожу растянуть пальчиками над ней То эти элементы быстро исчезают И потом быстро опять при отпускании появляются В своей инволюции эти элементы или исчезают без следа Раз Или оставляют после себя пигментацию, как при коре Или шелушение, как при скарлатине Вторая группа Сыпь геморрагическая Здесь генез совершенно другой Эти элементы образуются в результате выхода Жидкой части Извините Выхода форменных элементов В частности эритроцитов Парниапидезом В силу инфекционных, токсических, аллергических проявлений И, наконец, здесь тоже превалирует размер Если элементы от 1 до 5 мм в диаметре Они называются как пурпура Если более 5 мм Они называются как эхимоза На предыдущих кафедрах Вы, наверное, изучали такую клиническую Нозоформу, как меденгит Инкококвая инфекция И одной из форм нинкококвая инфекция является тяжелое проявление Это менингококцимия При этой форме Элементы и в нашей, и в отечественной литературе Описываются как звездчатая сыпь Но, если перевести эту звездчатую сыпь На язык нашей классификации Это не что иное, как пурпула или эхимоза Ну, пусть будет так Этот термин запоминающийся Пусть он и останется в литературе И, наконец, если элементы мелкие В пределах одного миллиметра в диаметре Они называются петехи Петехиальная сыпь наблюдается при таких заболеваниях Тяжелых формах гриппа При каплюше В результате повышения давления в малом круге кровообращения Эти элементы мелкие Они в виде булавочного укола И при обратном своем развитии И пурпура, и эхимозы Они претерпевают изменения синяка Сначала они буреют, потом желтеют И потом постепенно-постепенно Сходят на нет Отличительным принципиальным свойством Геморрагических сыпьев сосудистей И является тот факт Что если на геморрагическую сыпь Надавить пальцами или растянуть То они цвет и форму не изменяют Третья группа сыпи Это сыпь полосная Образуется в результате выхода жидкой части крови Пэрдиапидезу Эти элементы имеют, как правило, круглую форму Они куполообразные Они, в общем-то, довольно-таки симпатичные Окружены красным венчиком гиперемии Некоторые элементы имеют пубковидное вдавление И таким классическим представителем Этой сыпи является визикула В переводе с латыни это Пузырь Основной классический элемент При ветряной госпе Правда, жизнь этой визикулы Непродолжительна Уже на вторые сутки Купол ее начинает спадаться Она подсыхает И образуется уже на вторые концы Вторых-третьих сутки Эта корочка Круста Которая в последующем Отпадая Образует Оставляет после себя Такой коричневатый Желтоватый цвет Размеры визику От одного до пяти миллиметров Вы чувствуете, что Везде, во всех трех группах Превалирует один и тот же размер Один пять миллиметров Он легко запоминается И, в общем-то, устраивает И у нас, практических врачей И студентов Если же визикула Больше пяти миллиметров Она уже называется Как называется? Булла, да? Пузырь Пузыри бывают И в двух, и в трех Миллиметрах сантиметров В диаметре Например, при таких Экстремальных Токсико-аллергических реакциях Как синдром Лайла Или Стивенца-Джонсона Или многоформная Эксплуативная эритена Диаметр булл достигает Трех, пяти, даже Десяти сантиметров Правда, это редко Но, тем не менее Если визикула Или булла Нагнаиваются Что, в общем-то, нередко Происходит То этот элемент Называется как Гнанничок Пустула Вот пустула После себя Может оставлять При витойной осьпе Маленький нежный рубчик Например, на лице На кожных парковых Туловище И живота И, наконец, последний элемент Мелкий элемент В пределах Опять-то до Но реже полутора миллиметров Это Милия Миллиардная Миллиардная сыпь Миллиардная сыпь Вы, наверное, видели Встречались больными С герпетической инфекцией Вот там Герпес зостер Предположим Или герпес симплекс Назалис Лобиалис Вотику Там имеются Герпетические элементы Скомпонованные Представляющие Представляющие Ничто иное Какую-то Миллиардную Мелкоточную Пузырчатую Пузырчатую сыпь И, наконец, последняя группа Это сыпь Бесполосная Она образуется В результате Пролиферативных Изменений В опять В верхних слоях Кожи И типичным Классическим элементом Длятся Папула Папула Элемент Выступающий Над уровнем кожи Безболезненный Цвет кожи Например, при скарлатине Эти папулы Также встречаются С большим постоянством Их хорошо видно При боковом освещении И я бы сказал бы Посоветовал бы Их не столько Визуально характеризовать Сколько их можно определить Путем поглаживания кожи Ладони по коже Кожа шероховатая При скарлатине Она описывается Как шагреневая кожа Если элемент Залегает в более глубоких слоях Этот называется Элемент Как туберкулем Болгору Если папула Рассасывается без следа Не оставляя После себя Никаких дефектов То бугорлок Оставляется После себя Минус ткани И рупсывание И наконец Последний представитель Это Валдырь Уртика Уртикарный осип Характерный для отека Квинке Мелкие Валдыри Отмечаются При Крапивнице И так далее Они по форме Не напоминают Визикулу Они имеют Неправильную форму Но при проколе В отличие от Сыпи полосной Они не спадаются Вот я вам Представил Такую рабочую Классификацию Экзантем Еще раз повторяю Она рабочая И устраивает Во многих отношениях Всех И практических И научных Работников Переходим К демонстрации Истории болезни Ребенок Неорганизованный До школьного возраста Две недели назад Был в контакте С ребенком У которого была Какая-то сын Мама этого ребенка К врачу не обращалась Заболевание протекало Легко И закончилось спонтанно Заболел этот ребенок Три дня назад Заболевание началось С остров С подъема температуры И катаральных явлений В виде кашля Насморка Чихания Снизотечения Причем Вся эта симптоматика Изо дня в день Нарастала И достигла своего апогея До своего максимума Где-то на третий день К сегодняшнему дню Сегодня утром На фоне нарастающих Или максимально выраженных Точнее Этих двух синдромов Появилась сыпь Сыпь появилась на лице Шеи И плечевом поясе В течение Несколько часов Температура Все эти дни Держалась на высоких цифрах Была Однократная Рота При осмотре При осмотре Состояние мы Оценили как тяжелое За счет выраженной Интоксикации И катаральных явлений При осмотре На кожных покровах лица Плечевого пояса Отмечается обильная Ярко-красного цвета сыпь Имеющая тенденцию К сыньями Из элементов В сыпи Мы обнаружили Папулу Макулю И эритему Слизистой ротовой полоси Твердого, мягкого Была гиперемирована Слегка отечная Легко ранима Были видны Единичные кровоизлияния А на слизистый щек Напротив второго маляра Были обнаружены Белесоватые пятнышки Которые В общем-то Шпателем При попытке снять их Не удалось Со стороны геомограммы Со стороны геомограммы Можно было отметить Лейкопению Относительный Умеренный нейтрофилюз И нормальную скорость Оседания эритроцитов Вот такая Клиника Лабораторная картина Была выявлена У нашего больного Еще раз вам Хочу Обозначить Отправные точки Во-первых Острое начало В течение трех дней Нарастающие симптомы Интоксикации Которальные явления Появление сыпи На третий день Болезни Сыпь при осмотре Отмечалась на лице В виде Таких крупных Макуэритоматозных пятен И на слизистый щек На фоне Их общей гиперемии Были обнаружены Белые высыпания Вопрос Аудитории Как вы думаете Какие синдромы С учетом Высшеперечисленной Симптоматики Можно выделить У нашего больного Да Совершенно верно Это катаральный Синдром Синдром интоксикации Правда я бы Синдром интоксикации Поставил бы на первый план И синдром экзантемы Или синдром сыпи Что в общем-то Эквивалентно И второй вопрос Как вы думаете Какие заболевания Могут протекать Вот подобно Какие заболевания Имеют подобные Синдромы Ну вы знаете Я так Готовясь к лекции Прикину И где-то Насчитал их Около 15 Ну мы давайте С вами остановимся На тех заболеваниях Которые В настоящее время В данном месте В нашем регионе Имеют наибольший рейтинг Какие же Да Вы правы Это Корь Мы В настоящее время Переживаем вспышку Кори в Карагандинской области Это краснуха Это псевдотуберкулез И скарлатина Которые встречаются В общем-то В нашем регионе Давайте мы с вами Методом исключения Попытаемся определиться В диагнозе У нашего больного Начнем с краснухи Вот внешний вид Обратите внимание Интерпретацию Насыпь Я изложу Чуть Нише Посмотрели, да? Итак, краснуха Латинское название Краснухи Рубиола Это острое Это острое Антропонозное Вирусное Заболевание Передающееся Воздушно-капельным И контактно-бытовым Путем От человека К человеку И протекающие Сумерные симптомы Интоксикации Катаральными Явлениями И сыпь Источник Инфекции Человек Человек Заразительный Период По данным Различных Авторов Колеблица Варьирует От двух До трех Недель Контагиозный Индекс Стажей Также В общем-то Неоднозначен И Приблизительно Ориентирован На 40 И 60 Процентов Раньше Краснуху Относили К детским Инфекциям Болели Исключительно Дети В настоящее Время Краснуха Равно Как и другие Заболевания Детские В кавычках Повзрослели В настоящее Время Заданные За 2014 13 год Где-то 60-70 Процентов Болеют Взрослые Возбудитель РНК Содержащий Вирус Мало Устойчив Во внешней Среде И быстро Погибает При комнатной Температуре Правда В замороженном Состоянии Он может Сохраняться Много Много Месяцах И даже Лет Краснуха Начинается Остро С подъема Температуры Умеренных Катаральных Явлений И одновременно Или несколько Позднее Через Несколько Четов Появляется Сын Обычно При разговоре При сборе Анамнеза Морби У мамы Она отмечает Что Вчера Ребенок Был активный Ходил В школу Или в садик А вот Утром Встал Квеклый Вялый Температура Только Поднялась Правда Незначительная Это В пределах 37,5 И одновременно Появились Катаральные Опять же Умеренные Проявления В виде Не столько Ринорея Слука В виде Заложенности Носа В виде Не столько Кашля Слука Покашливания Был Легкий Конъюнтерит Ребенок Стал капризный Снизился Аппетит А вот К обеду Появилась Сыпь Сыпь я сначала Заметила На животе На груди А потом Она быстро 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 Стала распространяться По всему телу Появилась На лице На ножках На ручках Но Все-таки Большинство Высыпаний Было отмечено На груди Сыпь Неяркая Бледно Розового цвета Я обычно Спрашиваю Мама Что вас Беспокоит Состояние Ребенка Интоксикация Или Катральные Явления Нет Говорит Доктор Меня это Не беспокоит Меня беспокоит Как вы думаете Что ее Беспокоит Да Ее Беспокоит Сыпь Беспокоит Сыпь При осмотре Кожных Покров Сыпь Отмечается Повсеместно Но В большей Мере И ярче Она Отмечается На Отлогих Местах Тела На Пояснице На Ягодицах В области Плечевого Пояса То есть Чтобы оценить Сыпь Необходимо Больного Повернуть Себе Спину По Патагномоничным Признакам Краснухи Во всех Случаах Во всех Возрастных Группах Это Затылочная Лимфоденопатия Увеличиваются Затылочные Лимфоденопатии Не задней Шейные Не шейные А вот Затылочные Их Немного 3-5-6 Элементов Но Они Довольно Крупные И что интересно Они появляются Еще за день Два До Заболевания И исчезают Уже После того Как больной Забыл О Всех Своих Болячках Так скажем Как вы видите Этих симптомов У нашего Больного Нет Катаральные Явления У нашего Больного Довольно Выраженные Кашель Грубый Светобоязнь Снезотечение Интоксикация Температура Выше Сокая По 39 А при Короснухе Все эти Симптомы Настолько Завуалированы Настолько Маловыражены Что в общем-то Даже не Настораживают Маму Ребенка С основной Ротовой полости При Короснухе Все Региартос Все чисто А у нашего Больного Слизисто Твердого Мягкого Немного Гиперемированного Мало того На слизистый Щек Напротив Коренных Зубов Можно было отметить Что Белые Наложения Не снимающиеся Шпаты И наконец Таким Заключительным Что ли Аккордом Заключительной Точкой В проведении Дианоза Является Интерпретация Лабораторных Данных В остром Периоде У нашего Больного Вспомните Мы Видим Что Лейкопения Относительный Лейкопения Относительный Нейтрофилез И Нормальная Сода А вот Прекраснухи Прекраснухи Почти у всех Больных Отмечается Не только Лейкопения Но Лейкопения Лимфоцитоз И появляются Плазматические Необычные В норме Не встречающиеся Клетки Их называют Плазматические Клетки Или старое Название Клетки Тюрка Что это такое Это В общем-то Несозревшие Не дошедшие До полной Кондиции Б-лимфоциты Которые Выполняют Определенную Роль В регуляции Бумарального Бумарального Регуляции Таким образом Если мы Сопоставим Клинические Лабораторные Данные При Краснухе И у нашего Больного То можно С большой долей Вероятности Сказать Что в данном Случае У нашего Больного Краснухи Нет Правда Нет Я думаю Все согласны С этим И каких-либо Возражений Не будет Возражений Нет Скарлатина Скалыш Фива В переводе С латыни Это Пурпурная Лихорадка Это Острое Инфекционное Заболевание Бактериальной Природы Антропонозное Заболевание Передающиеся От человека Бойного Стритаковку Инфекции К здоровому Человеку Возбудителем Скарлатина Является Всем нам Хорошо Известный Почитаемый Это Бета Гемолитический Стритаковку Из группы А Да-да Это Тот самый Стритаковку Который Вызывает Не только Скарлатин Ну и Рожу Ревматизм Стритодермию Скажем Стритаковку Энтероколиты Но Если У больного Нет Антитоксического Иммунитета То При встрече С Стритаковку У него Развивается Типичная Типичная Скарлатина Типичная Скарлатина Заболевание Передается Воздушно-капельным И контактным Бетерным Путем Скарлатина Относится К так называемым Палатным Инфекциям То есть Передача Возбудителя В отличие Скажем От кори В отличие Скажем От гриппа И других Орвей Не передается Из помещений В помещение Не передается На вышележащие Этажи Это Палатная Такая Изолированная Инфекция Кто болеет В каком возрасте Ну Скарлатиной Дети до года Не болеют Я например Не За всю Практику Не видел Скарлатину Ни у одного Больного Болеют дети В основном До школьного И школьного Возраста Правда Опять Это касается Скарлатины Планка Возрастная В последнее время Поднялась Старше Болеет Уже И в более Старшем Возрасте Но после 30 лет Я также Скарлатины Не видел Так что Уважаемые Студенты Вам осталось Еще немножко И подождать 30 лет И вы уже Скарлатины Не заболеете Скарлатины Начинается Остро На фоне Полного Благополучия Первая И основная Жалоба Больного Скарлатины Это боль Ворона Что болит У тебя Сынок Или дочка Горлышко У ребенка Поднимается Температура Появляются Симптомы Интоксикации И одновременно Появляется Боль Ворона Каких Либо Патагномоничных Признаков Других Для скарлатины В этот период Нет В первый день И постановка Скарлатины Ты имеешь Хоть 7 годей Во лбу Невозможна Дежурный диагноз Он один На этом этапе Это ангина Да Действительно Это ангина При осмотре Зерв гиперемирован При осмотре Миндальный Гипертрофированный Уже в первые дни Можно увидеть Нагнуившиеся Фолликулы Или даже В ной В лакунах Реакция региональных Лимфоузлов шеи Цепи нет Ангина А вот На второй день Ситуация меняется Диаметрально Появляется сыпь Мама говорит Что я начал умывать Ребенка Вроде бы ничего Отошла от него Приготовила Покушать Прихожу А уже на лице Сыпь Я его раздел Сыпь уже на груди А вот через два часа Уже сыпь везде И на ручках И на ножках То есть Сыпь из кроватини Появляется И распространяется Быстро Быстро Но опять же Появляется на лице Не на животе Не на груди Не скажем там На левой пятке А именно На лице Сыпь интересная Интересная Это просто Ее надо видеть Можно сто раз Рассказать Но если ты ее не видел Ты не прочувствуешь Ее колорита Сыпь мелкоточечная Мелкоточечная Сыпь Располагающаяся На гиперемированном фоне И если вы присмотритесь То вы Увидите Что этот Гиперемированный фон Он обусловлен Обусловлен Слиянием Периферических зон Этих Мелкоточечных сыпей И представляет Такую общую Гиперемию И в нашей Отечественной И в зарубежной Литературе Сыпь описывается Как мелкоточная Располагающаяся На гиперемированном фоне Этим все сказано Сыпь везде Абсолютно И больше всего Ее в подмышечных Пахлых областях Внизу живота Боковые поверхности Туловища Здесь сыпь ярче Здесь сыпучий И кстати Она здесь дольше держится Единственное место Я так думаю Это можно назвать Терра-инкогнито Сыпи нет В области Носогубного Треугольника Кончик носа Верхняя Нижняя Буба Подбородок Четко Контурируется На гиперемированном Фоне лица И в виде Такого Светло-желтого Треугольника На щеках Сыпи Сыпи такой нет Есть Вмянец Вот пожалуйста Я демонстрирую вам слайд С внешним видом Характерной Сыпи при скорлоте Мелкоточечная Еще раз повторяю Сыпь Кожные покровы Сухие Если вы проведете Ладошки По коже Скажем груди Вы отметим Мурашки Кого-то Ребенок пришел С холода Замерз Это не что иное Как популезная Сыпь О которой я вам говорил Чуть выше Какой синдром При скорлоте Не является ведущим Помимо Помимо Сыпи Это Как вы думаете Это входные ворота Входными воротами Являются Миндалины Поэтому Основной синдром Это синдром Ангимы Очень интересный Интересная ангина Зев ярко Гиперемир Настолько ярко Что он нашел Отражение В литературе Как Гиперемия Как пылающий зев Как пожар В землю Эта гиперемия Яркая Обусловлена Обусловлена Свойствами Экзотоксина Дика Миндалины Гипертрофированы Влакуна Гной Ангина Является Обязательным Атрибутом Скорлатина Если есть Сыпь похожая Если есть Бледный Треугольник Носолубный Треугольник Симптом Филатом Но нет ангины Это на 100% Не скорлатина Это контрсимптом Скорлатина Я думаю Вы запомните Запишите Отмечается Реакция Региональных Лимфоузлов В основном Это уголочелюстные Они множественные Болезненные Глотание Болезненное Надо внимательно Смотреть Рот С основной Ротовой полости Необходимо Обратить внимание Еще на язык Язык Это зеркало Не только Желудочно-кишечного Тракта Язык Это зеркало Многих И внежелудочных Кишечных Заболеваний В частности Скорлатина При скорлатине Язык В первые Два дня Обложен Белым Густым Негустым Налетом Начиная с третьего Дня Начинает язык Очищаться Очищение Идет с кончика Языка И к четвертому Дню Где-то Дню К третьему Четвертому Дню Он выглядит Вот так Картинка справа Малиновый Яркая Яркая Депремия Малиновый Язык Обложенный Язык Малиновый Язык Яркая Депремия Зела С гипертрофированными Выраженными Сосочками Которые По форме И по цвету Где-то Отдаленно Напоминают Малину Наши Ученые В прошлого Века Назвали так Его Сравнивая С малиной Ну так И осталось В дальнейшем Уже К концу Первой Недели Начало Второй Депремия Сохраняется Сосочки Начинают Атрофироваться Язык Выглядит Гладким Лаковым Отполированным Лаковый Язык И наконец В последующем Потихоньку Он превращается Через день Десять Приобретает Обычный Обычный Девственный Лаковый Язык Малиновый Язык Обложенный Язык Это динамика Вот Подался На Следующем Слайде Вот Сынтольф Через Через 7-10 дней При Средне Тяжелом Течении Наступает Период Реконвальсенции Снижается Температура Уменьшается Боль В горле Появляется Интерес К жизни Сыпь Исчезает Полностью А вот На второй Неделе Появляется Такой важный Ретроспективный Патогномоничный Признак Скорлатины Как Шелушение Которое Происходит В результате Паракератоза Там Где кожа Нежная Это Щечки Шейная Область Там Паховая Подмышечная Там Шелушение Трубевидное Как будто Вы Мукой Присыпали Кожу Там Где Кожа Грубее Скажем На животике На груди Там Шелушение Пластинчатое А вот На конечностях На верхнем Посмотрите Шелушение Крупно Пластинчатое Вот у нас В прошлом Были тяжелые Формы Скорлатины И шелушение Было Настолько Обильное И настолько Выраженное Что если Вам удалось Захватить Кусочек Педерница Вы могли бы Снять Распуток Где-то В одну треть Половины Спичечного Коробка Такие были Случаи Когда сейчас Скорлатина К счастью Протекает В легкой Форме Составные Гемограммы Отмечается Лейкоцитоз Ну как Другой Бактериальной Инфекции Нейтрофилез И повышенный Сол Таким образом Резюмируя Сказанное Мы можем Полностью Снять Скорлатину Нашего Больного Нет Ангины Нет Мелкоточечной Сыпи Нет Малинового Языка Нет Пылающего Зева И гемограмма Геометрально Противоположно Я думаю В данном Случае Каких Либо Возражений У аудитории Нет Всевдотуберкулез Всевдотуберкулез Это По МКВ Старое Название Дальневосточная Скорлатиноподобная Лихорадка Названная Так Потому Что В 50-60-е Годы Во Владивостоке Произошла Крупная Вспышка Ранее Неизвестного Заболевания И назвали Дальневосточная Скорлатиноподобная Лихорадка Про работу В 80-е годы Это название Было Переименовано На Пседотуберкулез Меня лично Это название Не устраивает Оно не отражает Суть Заболевания Скорее всего Это Патоморфологические Изменения Это Заболевание Еще интересно Тем Что В те годы Знаменский Заведующий Отделением Провел на себе Опыт Самозаражения И это Был подвиг Он вошел В историю И ему Дали Без защиты Кандидатской Диссертации Степень Кандидата Медицинских Наук Это Так Скажем Для Это Заболевание Бактериальной Природы Возбудителем Является Ирсиня Пседотуберкулез Этот Возбудитель Относится К семейству Энтеробактерицея Семейству Кишечных Бактерий Куда Входят Незабвенные Шигейлы Сальмонейлы И шерихи Источником Инфекции Является Не человек Это Зоонос Чистой воды И источником Будут И птицы И Животные Но наиболее Опасные Наиболее Такие Это Мышевидные Грызуны Мышевидные Грызуны Это Полевки Это Крысы Это Домашние Мыши Возбудитель Заражение Происходит Алиментарным Путем Алиментарным Путем И основной Продукт Основной Продукт Это Дары Природы А точнее Корнеплоды Это Свекла Это Морковь Это Картошка И Больные Мыши Инфицируя Своими Экскрементами Эти Продукты Могут Вызвать Заболевание У Человека Это Зоонос А Человеку Человеку Заболевание Во всяком Существом На данном Этапе Этому Вопрос Мусируется Ну Пока Не Высходит Заболевание Начинается Осно Осно С подъема Температуры И появление Таких симптомов Симптомов Раздражения В ходных Воротках Тошнота Боли В животе Увеличивается Печень Селезенка Появляется Боли В суставах Появляется Диарея Боль в горде Тоже есть Но боль Умеренная И не выступает На первый план Основным Проявлением Экзон 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 Является Сыпь Сыпь Где-то Напоминает Скарлатиноподобную Она Также Мелкоточечная Также Имеется Вредно-насобобный Стреугольник Также Имеется Сгущение В местах Естественных Складок Но На отдельных Участках Например При скарлатине Она Везде Мономорфная Везде Однотипная От головы От макушки До пяток А вот При Пседотуберкулезе Она Где-то На отдельных Участках Тела Скарлатина На животе На груди Имеет Такой Крупный Сливающий С таким Синюшным Колоритом Оттенок У Пятидесят Процентов Больных Пседотуберкулезом Мы отмечаем Такие симптомы Как Симптом Перчаток То есть Сгущение Сыпи С таким Даже Сонатичным Оттенком В области Кистей Симптом Носков Носков Гиперемия Синюшность В области Систол Я даже Не сказал Носков Я бы даже Сказ Симптом Гольфиков Сып Выше У нас Было Несколько Таких Больных Симптом Капюшона Гиперемия Лица Шеи Плечевого Пояса Кожа При псевдотуберкулезе Так же Как при скорлотине Сухая Шершавая Так же Имеется Стойкие Стойкие Белые Дермографис При осмотре Ротовой Полости Так же Мы можем Видеть Малинный Язык Гиперемию Зева Но Но Ангины Нет Гнойной Ангины Нет Миндальные Могут быть Гипертроферными Могут быть Сочными Но от гнойной Ангины Нет Со стороны Крови Так же Отмечается Картина Напоминающая Скорлатину Лейкоцитоз Даже Гипер Лейкоцитоз Нейтрофилюз Повышенная Сол Я думаю Что и В данном случае Этих Перечисленных Симптомов При Всевдотуберкулезе Мы абсолютно Не находим У нашего Больного Что позволяет Категорично Снять Диагноз У него Согласны Все И наконец Из четырех Представленных Нозоформ Сопровождающей Гзантемы Остается Одна Единственная Это Коль Морбили Заболевание Которое Передается Воздушно-капельным Путем Антропонозное Передающее Воздушно-капельным Путем И характеризующиеся Тремя синдромами Это Интоксикация Это Сыпь Это Еще Какой синдром Интоксикация Сыпь И Катральный Синдром Возбудителем Кори Является Вирус Вирус Довольно Крупный Быстро Погибает Во внешней Средне По данным Маломатинских Исследователей Которые Проводили В этом направлении Работы Он сохраняется На предметах Обихода 20-25 минут Но Россияне Дают 30 минут То есть Быстро Погибает Во внешней Средне Контагиозы Индек Очень высокие Почти 90-95% То есть Практически Все Люди Бывшие В контакте С корием И не болевшие Ей Заболевают Корием Продоколь В отличие От предыдущих Двух Заболеваний Кроме Красноги Является Управляемой Инфицией Контролируемой Как сейчас Говорят И мы Проводим Вакцинацию Дважды Это в один Год И перед Школой Шесть Или Семь Заболевания Начинаются Остро После Непродолжительного Инкубационного Периода Который Достигает Максимум 17 дней Заболевания Приходят В свою Первую Фазу Поднимается Температура Появляется Катральное Явление В виде Кашля Насов Чихания Слезотечения Причем Что интересно Вот эти два Синдрома Неуклонно Изо дня В день Набирают Обороты Набирают Силу И достигают Своего максимума Своего апогея Как у нашего Вольного Кстати На третий День болезни Ребенок В этот день Лежит Пластой Высокая Температура Анорексия Может быть Повторная Рвота Сыпи Нету Сыпи Нету Сыпи И при Осмотре Больного Мы видим Что Катаральный Статус И Лихорадка Все И дежурный Диагноз Почти в 100% Случа Это не Корь Сыпи Нету А А Респираторный Вирус Инфекция Ну скажем Так Если взять Эту группу ОРВИ Это Наверное Скорее всего Входит в группу Аденовирусной Инфекции Там тоже Конъюнтерит Склерит И чтобы Поставить Выйти На этот Диагноз Надо конечно Посмотреть Тщательно О том Вот в наших Наблюдениях Не у всех Но у большинства Больных Отмечается Белое наложение Область Ищук Пятна Бельского Филатора Они действительно Как Прос Мелкие Белый 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 Цвет Они Плотно Сидят Шпателем Не снимаются Между собой Не сливаются И не названы Так В честь Первооткрывателей Этого элемента Пятна Бельского Это был Бедный Провинциальный Псковский Врач Который Впервые Описал И только Потом Уже Через 4 года Описал И опубликовал Нечто подобное Нил Федорович Филатов Наш Отечественный Калифей Педиатр Инфекционист Вот На рисунке Эти пятна Показаны Видите Присмотритесь Белесоватые Белесоватые Пятны Они Кстати Могут быть И на щеках И на твердом Неме И на губах Могут быть Но Здесь Я думаю Они дольше Захраняются Почему Потому что Меньше Случиваются При разговоре Или при Кормлении Во всяком Случае Поиск Ограничен С этим Вот Здесь Еще Правда Здесь Художник Немножко Перестарался Видимо Изобразив Их Такими Круглыми Их Таких Не бывает Это Точки Мелкие Точки Белые А тут Видите Как молочница Это Не то Вот Внешний Вид Байнова Корь Сыр При Коре Появляется На третий День Болезни И Вначале Она Появляется На лице Шее Плечевом Поясе Вокруг Рта Вокруг Носа Около Входных Ворот На вторые Сутки Сыпь Спускается Ниже Грудь Живот Проксимальное Дело Рук Ног И на Тетий Сутки Спускается Ниже Дистальное Дело Чем Чем Ниже Сыпь Тем Сыпь Бледнее Чем Ниже Сыпь Тем Сыпь Реже Более Яркая Сыпь На лице На полу Она Напоминает Шкуру Леопарда Географическая Карта Вот Посмотрите Как Удачно Изображено На третий День Сыпь Появившаяся На Конечностях На лице Она Начинает Отцветать Она Начинает Уплощаться Она Начинает Буреть Она Начинает Желтеть И Превращается На пятый Шестой День В пигментированные Пятна Которые В зависимости От состояния Печни Сохраняются От двух До трех А может И больше Недель Таким образом У больных Скорью Можно Выделить Три Ведущих Довольно Выраженных Синдрома Это Интоксикация Это Катаральный Синдром Я Правда Тут Немножечко Забыл Сказать Что Помимо Конюнтивита Склерита У больного Выражен Блефораспазм То есть Больной Не может Смотреть На свет Он судорожно Смыкает Веки При этом Зажмуривается Укрывается Одеялом Отворачивается К стенке У меня Есть старая Монография Нила Федоровича Филатова Датирована Сорок Седьмым Годом Он Описывает Там Хабитус Больного Корью В Катаральном Периоде Лицо Тупловато Отечное Как бы Заспанное Лицо Он Пишет Так Дословно Говорю Нос Картошкой Губы Вареника И мне Лично Напоминает Вид похмельного Больного Это он Пишет Не я Но что-то Есть Что-то Есть Со стороны Гемограммы При Коре Отмечается Лейкоперия Относитель Нейтрофероз В остром Периоде И замедленная Отсуда При Неосложненной Коре В остром Периоде Таким Образом Уважаемые Студенты Я считаю И вы Меня Поддержите В полной Мере Что Проявление Кори Типичной Кори В данном Случае Почти полностью Соответствует Нашему Больному И мы Без всяких Предрассудков Не оглядываясь Мы можем Поставить Диагноз Коре Ну я бы Например Не так Торопился бы Потому что Если Скарлатина Клиника Эпидемиологии Есть Диагноз То Коре Клиника Лабораторная Диагноз И мы Должны Коре Еще Подтвердить В нашем Случае Мы Пользуемся Методом ИФА С Определением Извините С Определением Иммуноглогулинов Класса М Отражающих Острый Перевод Ну я думаю Что Лаборатория В данном Случае Пойдет В унисон С нашими Клиническими Рассуждениями Вот Посмотрите Еще раз Сыпем Смотрите Запоминайте Я еще раз Напоминаю Что Наше поколение Ваше поколение В настоящее Время 15-й год 21-го Века Переживает Вторую Вспышку Кори Первая Вспышка Кори У нас В Каргане Была Зарезирована В 2005 Году Наша Кафедра Сотрудники Нашей Кафедры Проанализировали Течение Кори Почти У 200 Больных Обобщили Проанализировали Статистически В общем-то Грамотно Раскидали И Скоро Будут Эти Данные Опубликованы В научных Животах Благодарю за внимание И Наконец В завершении Я хотел бы Обратиться С контрольными Вопросами К Аудитории На Предмет Выяснения Выяснения Исходных Таких Данных Первый Вопрос Какие отличия Розеулы От Папуга Какие отличия Розеулы Сосудистого Элемента От Папуга От Элемента Образующегося В результате Пролиферативных Явлений Второй Вопрос Дайте Морфологическую Характеристику Визикуля Я вам описывал Что такое Визикло Вспомним Кто желает Ответить Ну пожалуйста Третий Перечислите Патагномоничные Клинические Признаки Краснухи Патагномоничные Клинические Признаки Краснухи Здесь я думаю Вопрос Немножко Некорректный Я например Перечислить Патагномоничные Определиться У нас один Патагномоничный Клинический Признак Это Затылочная Лимфоденопатия Ну там Конечно СИП Может локализаться Но все-таки Патагномоничные Затылочная Лимфоденопатия Здесь наверное Не во множественном Часте Надо взять А в единственном Четвертый Какова Динамика Окраски языка При скарлатине Ну язык Непередаваемый Согласитесь Я вам говорил Что он обложенный Что он такой Такой Кто хочет ответить Кто хочет Высказать свои Совершенно верно Пятый Основной Источник Инфекции При псевдотуберкулезе Основной Основной Вообще Наши Отечественные Ученые Говорят Что все Что летает Все что бегает Все что прыгает Все что даже плавает Может в принципе Быть источником При псевдотуберкулезе Но Субтитры сделал DimaTorzok